Сегодня, согласно меню, для ребят на завтрак пшенка на молоке, сладкий чай, оладушки и картофельное пюре. Одни с аппетитом уплетают оладьи, другие скромно поглощают кашу. А третий вовсе, только присев за стол, принимается сразу за сок. На сегодняшний день у нас 1159 учеников. Мы учимся в две смены, питание организовано абсолютно для всех обучающихся. То есть есть возможность и горячего питания, и комплекс номер три, и буфетная продукция. Дети очень любят ходить в столовую. Председатель общешкольного родительского комитета Надежда Деянова уверяет, рацион питания учеников и качество готовых поварских блюд проходит строгий контроль не только межведомственных комиссий, но и самих родителей. Нравится нам, что дают напитки из свежих фруктов и ягод, то есть витамины. Все по санпину, то есть как бы и порции соответствуют. Не знаю, родители довольны. То есть любой родитель у нас может прийти, проконтролировать, попробовать. Конечно, о вкусах не спорят, но ни для кого не секрет, что большинство школьников отказываются питаться полезно, предпочитая фастфуд или сладости. Однако, по мнению члена Совета Женщин Екатерины Бень, взрослым важно суметь вовремя сформировать у современных детей привычку к здоровому меню и сбалансированному рациону. В наших школах прививается культура здорового питания, что является фундаментом для будущего, здорового образа жизни будущего ребенка. Сначала это прививается в садике, а затем уже в стенах школы. Соответственно, культура правильного питания, это первое, второе, третье, сбалансированное питание, это в целом формирует здоровье наших детей. В свою очередь, депутаты поддерживают общественников и заверяют, что регулярные проверки не выявляют никаких нарушений. Система отлажена, каждая тарелка, попавшая на стол, прошла строгий контроль. Общественный контроль у нас проходит в рамках программы работы Барусьской городской думы. Уже не первый год мы этим занимаемся. И надо сказать, что с каждым разом мы констатируем факт, что все-таки питание у нас улучшается. Работать с «Глобусом» приятно, я постоянно это повторяю. Ну, комбинат школьного питания «Глобус», потому что слышат, потому что понимают всю проблематику. Добавим, всего в лицей обучается 1159 учеников. Из них 504 – учащиеся младших классов, которые по федеральной программе получают питание бесплатно. Мария Костолева. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин